Добрый день. Что касается первого спикера, я очень счастлив услышать этого человека. Меня зовут Рогер Селли, у меня уже представили. Мы занимаемся не только дошкольным образованием, но и медициной именно цифрового детства. И также я хотел бы пару слов сказать о развитии социально-когенитивных функций. Я знаю российскую традиционную модель. Я очень рад быть здесь. Друзья, которые приглашают меня, мы знакомы несколько лет. Спасибо большое. Я начну немного с другого уровня. Цель любого образования – это вложение вклада и передача знаний индивидуальных и групповых для продолжения традиций в обществе, развивать таланты взрослых и готовить их для жизни. Это такая вот цель образования. Я думаю, что правительство платит вам за то, что вы делаете. И в традиционных сообществах, я довольно быстро буду говорить, представляют, так сказать, консервативные знания. И родители, те знания, которые есть у родителей, они были достаточны и релиантны новому поколению. И во многом знания не меняются. Это такие сообщества, где не было большого количества деятельностей, разных профессий, но имело простую структуру. Например, церковные школы или военные школы. Если мы возьмем схему Выгодского для развития сообществ, я думаю, это будет моя главная тема. Мы больше не в той ситуации, о которой я сказал. Мы больше не в традиционном обществе. Дети растут в социальной среде, которая постоянно меняется. Они растут в среде, и они также получают навыки, используя культурных и социальных инструментов. В традиционных сообществах это был очень прозрачный процесс, который переходил с нового поколения в другое. Когда были динамические изменения в обществах и когда были быстрая трансформация, ситуация другая, навыки и опыт родителей, они частично только доступны новым поколениям. Факторы, которые влияют на трансформации общества, это глобализация, цифровизация, также изменения в знаниях, и постоянно какие-то новые знания мы получаем. Также инфраструктура очень различная. То есть, например, если вы, как иностранец, очень странно в другой стране понимаете, у нас очень разное население. То есть, вот такие факторы вызывают трансформацию общества. Это метафоры текущих нашего современного общества. Я просто хочу, чтобы вы почувствовали, что происходит. Это информационное общество, медиа-общество, цифровое общество, соцсетей и так далее. И это действительно такой важный сигнал, потому что трансформация, это переход по чему-то новому. Это происходит уже после Второй мировой войны, но здесь в последние десятилетия действительно здесь наблюдался огромнейший всплеск. Я говорю о том ещё, что цифровизация, она из глобализации, связанная глобализацией и цифровизация, они идут рука об руку, они предполагают наличие обоих этих явлений. Как сейчас мы социализуемся? Это теперь входит в нашу работу и жизнь, частную жизнь, цифровизация, то, как мы проводим время, как молодёжь проводит своё время свободно. Это не только то, что это монолитное, это то, что, например, касается людей, которые в образованной среде, это влияет на все слои общества. Например, ремонт машин теперь по-другому происходит, не как 20 лет назад. Абсолютно всё происходит по-другому, это совсем другая профессия автомеханика. И то, что касается, например, регулировщиков дорожного движения, да, тоже. Это вот технология, это не то, что вот самолёт или поезд, да, или машина. Это тоже очень важная трансформационная технология. У нас изменения, они намного более обширны, они влияют на все аспекты нашей жизни и на все её стороны. И, ну, если вы принимаете моё описание, надо спросить себя, это значительные изменения? Если да, то что нам нужно делать? Как люди, которые отвечаем за образование, и нам делать всё так, как раньше, или дело в том, что мы не можем жить в мире, потому что мир на нас тоже влияет. Макрон несколько лет назад проведил, что они в школах, президент Макрон, что они запретят смартфоны в школах, потому что у 100% учеников есть мобильные телефоны. Очень странно будет сказать детям, что можно использовать везде мобильные телефоны, только не в школе. И остальная часть презентации совсем о маленьких детях. За последние годы были огромные изменения. Швеция – это достаточно гомогенная страна по составу, но там беспрецедентное развитие. И то, что это происходило в последние 10 лет, то есть это не поколение интернета, это уже теперь поколение смартфонов и планшетов. Айпад, ему всего 10 лет, да? Дети, которые сейчас в школу идут, да, они именно с этим инструментом дома и росли. У нас несколько всего цифр. Я знаю, что цифры очень сложно переваривать. Уже мы проводим исследования в 20 лет, да, когда, например, у нас есть бенчмарк, да, использование компьютера, интернета и так далее. Мы используем это для сравнения. Я сейчас покажу сравнительный анализ. Надеюсь, что вам видно буквы. В 2000 году, это 18 лет назад, вот 50% пользователей, им было 14 лет, то есть люди 14 плюс использовали больше всего интернет, а люди, которые моложе, чем 14 лет, они меньше использовали интернет, чем… Менее чем 50%. В 2004 году эта цифра изменилась, то есть, да, возраст изменился, это было уже 9 лет, то есть на 5 лет снизился возраст использования интернета половиной людей такого возраста. В 2011 году вот этот 50%, да, это уже 35-3 года, да, как я показываю эти цифры, есть разная статистика, то есть и дети, они сами уже айпадом пользуются, ну, интернет в айпаде или в телефоне. В 2015 году две трети двухлетних детей активно использовали и 32%, практически треть всех двухлетних, они активно используют интернет каждый день и на неделе, и в рабочие дни. В 2017 году эти цифры выросли, сейчас почти 80% двухлетних детей активно пользуют интернет, а 3-5 лет, цифра 90%, 98% для 6 лет процентов, ну, 100% скоро, может, будет, но очень сложно, если мы 100%, то есть информационные технологии, планшеты сейчас в руках очень маленьких детей. Здесь вы видите то же самое, здесь вот на слайде вы видите схемы двухлетних, 13-й, 45%, в 2017 году практически 80% справа, вы видите уже более высокие, дети 6-5, а здесь 6, да, и практически под 100% использования в 2017 году интернета. Это действительно удивительная трансформация. Мы никогда не видели, чтобы так быстро все менялось, потому что, знаете, сейчас дети, они цифровые дети, а потому что дети очень много времени проводят за такой деятельностью, а не то, что каждый день, да, но вот каждый день, действительно. И смысл того, что я говорю, ну, мир меняется, действительно меняется, и что мы будем с этим делать, как учителя, как мы будем эти изменения принимать, и как мы будем адаптироваться к этому. Сейчас эти инструменты в руках у детей. Это неудивительно, потому что есть специальные, есть особые факторы, которые привели к таким изменениям. Да, и также мы детей полуторалетних исследовали, да, и это происходит не случайно. Мобильные устройства, которые мы с собой всегда носят в кармане, они очень большую гибкость вам дают, потому что не нужно за столом сидеть. Мы всегда постоянно подключены к интернету, да, то есть мы всегда на связи. У нас есть смартфоны и особенно планшеты. В конце концов Швеции у нас были компьютеры в дошкольных учреждениях, где-то в углу стояли, то есть их не особо использовали, только дети, которым нужно что-то дополнительное. То, что касается планшеты, это технология, которая уже внедрена во взаимодействие с учителями и воспитателями, и это использовано для того, чтобы рассказать какую-то историю и так далее. Это очень важный фактор, да, то, что дети могут им управлять. Есть тачскрин, не нужно ни цифры писать, ни буквы, да, для навигации. И последнее дополнение, это Эпс, это приложение, миллионы приложений. Это действительно то, что используют дети, да, не обязательно маленькие дети. Различными способами такие, это технологическое объяснение, почему двухлетние дети сидят с этими инструментами. И как же эти изменения связаны с тем, что мы делаем? Если мы посмотрим на это с точки зрения выгодского, да, что это значит для развития детей, что это значит для их когнитивного и эмоционального развития. Я думаю, что это очень интересный вопрос. Эти траектории обучения. Дети начинаются в два года, даже до двух лет. Они видеоклипы, видеоигры, смотрят по телевизору, также образовательные программы есть на планшете. После этого более сложные активности добавляются, то есть отправляют фотографии, пишут небольшие сообщения друзьям, начинают в чатах писать, да, и используют аж скрин. Они получают первый контакт с соцсетями. К 10-11 большинство уже регулярно живут цифровой жизнью, так сказать. Я думаю, что это очень интересно, и нужно об этом помнить. Не нужно говорить об этом так. Нужны ли нам цифровые инструменты внедрять в дошкольное обучение, потому что они уже живут цифровой жизнью. Это уже их жизнь, это большая часть их жизни. И это часы, это огромное количество времени, которое они проводят за этими занятиями. Каковы же последствия цифровизации для организации педагогического подхода к обучению? Потому что детям не обязательно что-то там уучат на планшете. Там, может, у них программы никакой нет. Я думаю, что вот что здесь интересно отметить, кроме того, что я говорил. Мы все уже живем цифровой жизнью. Это не то, что что-то, которое далеко от нас. Это часть нас. Мы много часов проводим с этими занятиями. Одна очевидная последствия – это то, что школы потеряли контроль над многими элементами развития и обучаемости детей. Даже если мы это систематически не внедряем в школе и в садиках, у них это дома есть. И они действительно очень их привлекают. Для них очень важно. Мы полагаемся все больше и больше на внешние инструменты и большинство наших активностей и занятий. Мы помним то, как мы структурируем все, как мы ищем информацию. Мы сейчас используем вот эти внешние инструменты. Это еще один путь развития. Можно сказать, что мы становимся когнитивными гибридами. Мы что-то делаем так, и что-то мы делаем вместе с этими новыми устройствами. Мы можем заходить на сайты, неважно как, и мы можем это делать все время, как мы в автобусе, в поезде и так далее. Вот все эти ресурсы, эти инструменты, они действительно используют простые символы. Но дело в том, что все равно нужно критическое мышление развивать, нужно учиться читать и писать, потому что они вас этому не научат. Все равно навыки это нужно развивать. И мы никогда так много не писали, как сейчас пишем. Мы раньше много читали больше, а сейчас пишем, хотя и на смартфонах, и девайсах. Дети сейчас приходят в школу, и когда я прихожу в начальную школу, у них уже есть привычка работать, взаимодействовать с этими технологиями, планшетами и так далее. Они делают уже на протяжении нескольких лет. То есть это их домашняя среда, и они там чувствуют себя комфортно. Опять-таки, у меня внуку 5 лет, я ему говорю, что были времена, когда не было айпадов, и он думает, что я вру ему, потому что он настолько привык всегда обращаться к айпаду, пока отец не отберет. Он в нём делает всё. Итак, я уже первый сказал, нам нужно давать себе отчёт, что мы уже живём в цифровом мире, в цифровой жизни. Это не то, что что-то такое эфемерное. И в любой стране сейчас мы все используем цифровые инструменты, мы покупаем, они решают нам проблемы и так далее. И с этим ничего система образования не может сделать, мы не можем притвориться, что-то не происходит, мы не можем сделать так, чтобы изменилась ситуация в нашем обществе. Интересный здесь вопрос следующий. А как вот в таком обществе будет происходить процесс обучения и развития? А не то, что мы внедряем эти инструменты, чтобы они лучше обучались, а как будет выглядеть развитие и обучение вот в таком сообществе, имея такие ресурсы и инструменты? И как мы будем готовить детей для того, чтобы они стали гражданами цифрового общества? И как это сделать, чтобы они делали это осознанно? И как внедрить это в программу обучения, чтобы это генерировало им навыки и новые знания? И также я хотел бы прокомментировать, да, Выгодский это понимал, хотя бы он никогда не слышал о цифрах инструментов или планшетах. Я думаю, что он уже тогда это понимал, потому что у него была известная фраза, он говорил бы в инструментах психологии, мы интегрируем внешний инструмент в наше занятие, это меняет наше мышление. Лучший пример тому – это технологии текстов, да, то есть когда началась только печать, да, когда мы что-то хотим освежить в памяти, то мы снова открываем, например, письменный текст, напечатанный или на компьютере. И то, что касается планирования активности и занятий, значит, очень интересно. Если мы связаны с цифровыми технологиями, мы видим, что дети растут в мире, где они взаимодействуют с этими инструментами, они становятся компетентными в этих инструментах, и они менее компетентны, если у них нет этих инструментов. Как я говорил раньше, они очень рано знакомятся с такими инструментами, даже если мы их не знакомим в детских садах, это происходит в семьях дома. Также есть огромный потенциал у этого аспекта. Я думаю, что люди обычно обозначают риски, которые несут с собой технологии. Это также в 60-х годах об этом говорили про телевизор, да, мы боялись, что дети целый день будут перед телевизором сидеть. Но, как я говорил, мы ничего не можем здесь поменять. Это происходит, с этим нужно как-то жить, и нам нужно в соответствии с этим организовать наш процесс обучения и программу. И, конечно же, это то, где можно использовать специальный подход. Несколько недель назад было исследование опубликовано по тому, что тинейджеры, они используют больше всего интернет. Обычно мы их представляем как дети, которые очень индивидуальны, независимы, и у них меньше физического контакта со своими сверстниками. Я думаю, что это не то, что должно что-то заменять, это должно дополнять нашу возможность коммуникации. И в качестве вывода, в завершении, я бы хотел сказать, что же мы можем, какие выводы можем сделать. Конечно же, это большая трансформация, потому что обучение – это очень важная часть общественной жизни. Я думаю, что нам нужно оказывать поддержку детям, чтобы они развивали свои навыки, простые навыки, и также, чтобы они учились читать, писать, грамотности. И многие навыки, которые дети обучаются, они перешли с начала школы в дошкольное учреждение, например, как бы развитие грамотности в том числе. Это частично потому, что дети этим занимаются и дома, вот эти используют такие интересные. Но роль дошкольного образования в коммуникации, создании среды обучения сейчас очень велика и очень важна. Я думаю, что когда мы это делаем, мы не должны взять традиции школы, где детям даются инструкции, мы должны интегрировать это в концепцию игры, потому что это как раз основная концепция дошкольного образования. Мы должны это сохранить, чтобы у нас была игровая среда. Но интегрировать и эти элементы в программу обучения, и делать это с точки зрения взрослых, сознательных людей. И в завершение я бы хотел сказать, что нужно не только учиться использовать эти инструменты, потому что это только одна сторона вопроса. Очень важно, чтобы дети узнавали об этих инструментах, о цифровых коммуникациях, о цифровом общении. С точки зрения того, что они должны знать, как себя вести в виртуальной среде. Они должны узнать, какие последствия того, что они пишут у себя в сообщениях для других людей, потому что это более абстрактная коммуникация. Проще написать то, о чём вы потом пожалеете. Я думаю, что с вами это тоже было. Это действительно такая... Есть сложность в этой ситуации. Нужно демократично и критично к этому подходить. Это характеризует как раз цифровое общество. Мы не можем предваряться, что это не происходит. Вопрос, который мы себе должны задавать. Какие же соответствующие практики педагогические, которые могут позволить нашим детям идти в будущее? Спасибо. Спасибо, Рогер. Мне кажется, очень такие ценные акценты, с одной стороны, на ресурсность цифровой среды и цифровизации, с другой стороны, на вот эти этические моменты, которые возникают в связи с этим и новые вызовы для личностного развития. Есть ли вопросы к профессору Селью? Они приехали. С pipeline? Спасибо. С к Мне кажется, вот этот цифровой обучение, это одна из строчинок, которая меняется на благо, а думается, что это естественный образ развития. А тогда, своими устные учения из искусства, когда учитель не считает слова и все объясняем, в земле учения, вверх и учения. И мы думали, что это не буду учить, не делаться, а тем более просто читать. Думается, и сейчас, и не перестраивайся перед тем, что что делать, послушать флору цифровое, туда и плася, школа в битулевую, думай, не пристраиваться, а отправиться в наши традиционные ценности. Мне, цель главный постулат, время было обозначено в работе, единственная роскошь в жизни человека, это роскошь человечества, общения, давать и не нужно, чтобы детей ровно шею. Я с вами абсолютно согласен. Я думаю, что действительно очень справедливый комментарий и всеобщее обучение, чтение, когда это внедрялось, то все спрашивают, а зачем девочкам вообще учиться читать? Муж думал, зачем его уже не читать? Я думаю, что нам нужны эти изменения, потому что ценность все равно тоже не применяется. Это не угроза, я тоже вижу это как естественный процесс развития. Нужно сделать определенную работу, но это нужно делать осознанно и правильно. Это не то, что вот это приложение, вот этот центровой инструмент, это образовательный инструмент. Его нужно интегрировать в план. Но то же самое было с книгами. Книга сама, если она не была интегрирована в процесс обучения, в какие-то занятия, она просто лежала, была бесполезной вещью. Я думаю, что если мы посмотрим на истории, мы увидим, что естественным образом, когда они учатся читать, и мы учились этому в дошкольном образовании. Я думаю, что вот туда мы идем, и в Швеции мы учимся читать в семь, и до 60-го года было запрещено в садах учить читать, потому что говорили, что мозг еще недостаточно развит для этого. Я полностью с вами согласен, но я тоже думаю, страшилка была. Важно, чтобы дети, которые приходят в школе, они использовали эти инструменты. Да, не совсем, да. Я надеюсь, что я понял вашу мысль. Профессор Смирнова, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Платы действительно были самые лучшие темы, мне кажется, в нашем детстве. Но это существует возраст, до которого мы не должны рекомендовать родителям использовать сохранные средства. Не запрещать, безусловно, но не рекомендовать. Предположим, там в 6-7 месяцев, пока ребенок не освоил чувственный мир, пока у него не разная активная двигательная, моторная и прочая активность, насколько полезны ему вот эти цифровые технологии. Совмещать это дело очень трудно, потому что дети прилипают к этому экрану с первого раза. И после того, как они посетили частные экраны, уже не нужны настоящие мужики, настоящие общения, они зависают, так сказать, прилипают к этому экрану. Да, очень интересный вопрос. Я думаю, что нужно посмотреть, если мы посмотрим, как дети проводят свой день, что они до этого делали. В этом исследовании, о котором я рассказывал, это тинейджеры. Что происходит? Это просмотр телевидения. И что идет вверх сейчас по рейтингам? Использование интернета. Использование интернета более активно. Это не просто какой-то один процесс, который вы делаете. Не просто чтение или слушая. Это взаимодействие по разным каналам. Вы можете что-то просматривать одновременно, с кем-то перебисываться. Или слушать музыку и тоже привисаться. Вот я думаю, что мы становимся зависимыми, люди действительно становятся зависимыми. И это не очень хорошо для здоровья. До этого, конечно, были люди, которые зависимы от телевидения были. Да и сейчас есть. Есть онлайн-игры, которые распространены. Это другая проблема. Средний возраст игрока 30-35 лет. Это действительно не просто подростки, но и взрослые занимаются этими играми. Необходимо мониторить, что происходит в мире. Действительно, это важный инструмент. Это как действительно машина. Всегда что-то будет опасно. Необходимо делать правильные выводы. У нас были похожие ситуации, когда люди становились зависимыми от тех или иных вещей. Я не думаю, что это только подростки, но и взрослые от этого страдают. Давайте последний вопрос. Вы выбиваете с графика. Да, пожалуйста. Вы знаете, мы в России тоже сейчас работаем на создание мобильных приложений. Мы решаем участие в учебе русского ЦК. Я хотела уточнить, что в Швеции есть ли такие уже приложения, системы. Как вы оцениваете эти эффективности? Возможно, детишки в школе подходят с лучшими знаниями. То есть, меньше требовалось поддержки в начале школы для детей. У нас есть много таких приложений. Огромное количество проектов по всей Европе, которые созданы, инструменты специальные. Европейские языки тоже. Французский, испанский, немецкий. Я не думаю, что русский. Другой язык – это, знаете, такая программа, например, Бабу. Она довольно дешевая. Это действительно новый путь, то, что мы можем сделать. Люди часто делают это в свободное время. Может быть, они развивают тем самым не лучшие языковые навыки, приобретают с помощью таких программ. Но, кое-какие, да. Что касается дошкольников, я никогда не задавал себе такой вопрос, будет ли это эффективным в дошкольном образовании. Я думаю, что каждый ученик должен развиваться независимо, внедряться в этот процесс. Я думаю, что это может быть какое-то нарушение даже закона. Вот есть огромное количество игр, через которые мы учимся и учим детей. Это песни, рождественские песни, песни о день рождения и другие. Мы не должны приказывать именно детям, говорить им, что только один вариант возможен. Мы должны давать им возможность, разную возможность, свободу, чтобы учителя поддерживали их, чтобы они обращались к учителями. Они должны быть просто вовлеченными в различные процессы и деятельности. Мне кажется, что очень важно ввести такую... Чтобы родители знали, что это, в общем, неполезно все-таки. И обучение, если мы будем детей отвлекать от... И объяснять им, и советовать, чтобы дети знали, что нельзя очень много проводить время за компьютером, чтобы они это понимали. И второй образ жизни сейчас набирает обороты. Сейчас он не горит, не пьет молодежь. У них нет... Я про большинство говорю. У них нет телевизора, у многих. Они просто от этого отказают. Они не хотят смотреть эти политические и новостные программы. Если будут знать, что вредно сажать ребенка у телевизора, у айпада, и чтобы он смотрел мультик, а мама столько, пока там будут заниматься своими делами. Это очень просто, но это очень вредно. Вот если родители это будут понимать и будут делать над собой усилия, и заниматься с детьми, играть с ними, читать им книги... То есть цифра, она сама завоевает свое место. А мне кажется, мы, как взрослые, должны приложить максимум усилий, чтобы дети занимались другими видами деятельности. Действительно, вопрос не очень понятен. Наверное, это был скорее комментарий. Да, нам надо создавать какие-то гибридные игры, я думаю. Я думаю, что это обязательство школы подготовить детей к будущей цифровой жизни. И я думаю, что это надо сделать с дошкольного возраста, иначе потом они будут не готовы к такой жизни. Если школы отказываются, и если дошкольное образование отказывается от таких технологий, я не могу с этим согласиться. Мне кажется, такие очень важные акценты были расставлены о том, ну, собственно говоря, кто является субъектом действия в этой ситуации. Вот это крайне важно в отношении любого цифрового девайса и любого цифровой технологии.